Совершенно возникает, но вот вы сказали, что можно использовать подхваты ног, проходы в ноги. Одна из кульминаций, я прошу прощения. Да, 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 это два чемпиона мира на Дахио. Петр Стоянов, Болгарин и Уламбояр Бьямба, Монгол. Это получается уже полуфиналы? Да, это уже пошли полуфинальные встречи на вылет. На вылет. Ну, вернее, будет на вылет с точки зрения финала. За третье место у нас тоже разыгрывается. Малый финал тоже разыгрывается. Вот настраивается Стоянов. Интересно, встречались они до этого? Да, они встречались на чемпионатах мира. И последний раз, когда я лично видел своими глазами их схватку, это был также берлинский турнир. Выиграл Бьямба. Вот смотрите, как он ушел с линии атаки, рассчитывая на то, что Стоянов будет мощно. Ну, действительно, Стоянов мощно стартовал, но он, тем не менее, успел перестроиться, успел остановиться. И вот на краю, посмотрите, что происходит. Значит, это, да, вот здесь, конечно, вот эта схватка вообще надолго запомнилась зрителям, а многие с ней связаны. Вот тоже, еще раз, как дилетант, столько вот энергии в этой схватке было, столько эмоций, и, ну, не знаю, вот именно словом энергия в этой схватке взяла. Вот здесь 160-килограммовый Бьямба вылетает с 60-сантиметрового помоста на практически никакой не мягкий, на обыкновенный пол и встает, как не бывало. Тоже говорит, вот ушел, ушел Караев, ой, Стоянов от броска, начал встречный подхват. Вот мы сейчас увидим, начинает движение изначально, начинает движение Стоянов. Стоянов. Бьямба уходит, но захват остается и вот этим вот мощным толчком. Кстати, вот то, что Стоянов спрыгнул вот так вот с Дахио, это говорит о чем? О том, что он готов был вести сколько угодно. Если бы вдруг Бьямба там на каким-то чудом на секунду завис бы, Стоянов бы тоже прыгнул точно так же, потому что это принципиальная схватка. И он был...